В Тюмени разыграли Кубы городов России по зимнему плаванию. Об этом событии продолжают говорить и сами спортсмены, и те, кто неравнодушен к этому виду спорта. Самым запоминающимся моментом этих соревнований, безусловно, стал рекорд на марафонской дистанции эстонского пловца Хенри Карман. Он продержался в воде почти 42 минуты. За это время он проплыл 2400 метров. В прошлом году результат известного тюменского маржа Андрея Сычева был 2250 метров за 1 час и 6 минут. Тут важно отметить, что в прошлом году соревнования проходили при температуре минус 25 градусов. В этом году около нуля. Вот так отчасти солнцу помогли комфортные погодные условия. Хенри Карма был не единственным иностранцем, всего их приехало 15 человек из разных стран мира. Со спортсменом из Латвии Александром Яковлевым познакомилась Айгуль. Почему Александр снимает шляпу перед тюменскими маржами и чего не хватает нашим пловцам? Смотрите далее. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что вы в Тюмени во второй раз. Какие у вас эмоции, какие впечатления, если сравнить с первым разом? Ведь в прошлом году, насколько мне известно, было очень холодно. Да, действительно, год назад, когда мы в первый раз приехали в Тюмень почувствовать сибирскую, так сказать, погоду, гостеприимство и все, что подразумевается под названием, под понятием Сибирь, действительно, мы испытали на себе жесткую, холодную сибирскую погоду, которая сразу нас встретила морозом в 28-30 градусов. И тут еще и заплывы начались. В общем, было довольно колоритное впечатление у нас после участия. А сейчас? Сегодня очень комфортно в плане температуры. Насколько я слышу утром, 2-3 градуса мороза. Вода тоже где-то в диапазоне градуса 2 колеблется. В зависимости, наверное, от количества моржей, которые проплывают. Горячими телами согревают, видимо. Вода тоже меняет температуру. Ну вот принципиально соревнования отличаются, организация соревнований, вот как у вас в Латвии они проходят? Принципиально, конечно, сильно отличаются. Почему? Потому что долгое время в России существовали свои правила по плаванию. Они, конечно, основывались на различных факторах, которые, как, допустим, плавание на длинные дистанции. Они имели глубокие корни здесь. Как бы в России, в принципе, зимнее плавание, наверное, из веков поднимается. Из истории православия, закаливания, крещения, различных факторов. И правила основывались на, немножко, скажем, на определенных критериях, которые отличаются от международных правил. Сейчас, на сегодняшний день, скажем, конкретно в Латвии мы плаваем по международным правилам, как и Эстония, как и Финляндия, Англия. Сейчас все страны, фактически, которые принимают участие в чемпионатах мира, они проводят свои национальные чемпионаты по правилам Международной ассоциации зимнего плавания. А нам есть чему поучиться у Латвии и, наоборот, чему вы можете у нас поучиться? Ну, я бы мог сказать, так как я руководитель клуба из моего города, с опытом уже проведения и чемпионата мира в 2012 году, и мы проводим каждый год свой чемпионат, кубок елгарских моржей. Мы делаем это, в принципе, по одному алгоритму, который упрощает намного регистрацию, упрощает процедуру проведения заплыва, дает пловцам больше информации. Как бы вот на сегодняшний день я слышу, что пловцы немножко не могут войти в график, потому что они примерно должны опираться на время. Скажем так, в 10.40 надо появиться в раздевалке, в 10.50 выйти на старт, в 11 старт. К этому регламенту мы, вот наши клубы моржи уже давно привыкли, и опускается, то есть снижается очень много стресса, напряжения, и ты можешь концентрироваться на плавании, на результат. В связи с такими вот важными параметрами надо в организации добавить немножко креатива, дисциплины, да. То есть на сегодняшний день я вижу, что обязательно, наверное, надо, поскольку российские клубы и города претендуют, вот, на нас, скажем, пригласить чемпионаты высоких рангов, чтобы упростить, чтобы сделать это все в одном поле, по одним и тем правилам, было бы, наверное, целесообразно все-таки посмотреть, рассмотреть и плавать по международным единым правилам. Из Тюмени вы что-то для себя увезете, что-то подчеркнули? Из Тюмени я обязательно подчеркнул и обязательно будем это дело обязательно обдумывать на перспективу, поскольку наши все клубы в Европе, с кем мы общаемся, они имеют, так скажем, основную базу финансирования, которая держится на членских взносах моржей и на тех возможностях, которые моржи, ввиду там своих каких-то особенностей, личных контактов, могут кого-то пригласить, где-то найти какую-то спонсорскую помощь или в этом плане я, как говорится, снимаю шляпу, поскольку в Тюмени здесь хорошо видно, что есть поддержка государства, есть поддержка местных властей и на этом уровне, когда муниципалитет понимает это движение и адекватная есть взаимосвязь между моржовым клубом или клубами и властью, то получается в перспективе, я думаю, что очень правильное движение. То есть в зимнее плавание должны вливаться массы, использовать холодную воду для оздоровления людей, так скажем, для закалки. Александр, если рассматривать зимнее плавание, ну, скажем так, в миромом масштабе, какое будущее и есть ли в принципе? Я считаю, что у зимнего плавания действительно есть будущее, поскольку на сегодняшний день чемпионаты проходят по форматам и привлекают большое количество людей. Есть определенные критерии, когда, скажем, какая-то, видимо, вид спорта претендует, вернее, так скажем, вид активности, какое-то занятие чем-либо, хотят назвать видом спорта. Есть критерии, скажем, сколько людей этим занимаются, какие правила, какие результаты, какие перспективные планы. Я могу с уверенностью сказать, что в зимнем плавании уже набран большой багаж, скажем, результатов пройденных чемпионатов. В чемпионатах мира на сегодняшний день участвуют порядка 1200 моржей из почти 30 стран мира. Это движение наращивает, так сказать, обороты, преобладает сейчас, скажем, плавание на короткие дистанции, потому что они более демократичные. Они позволяют большим массам людей в это дело вливаться, поучаствовать. Не надо быть профессиональным спортсменом, преодолевать километр, скажем, за 15 минут. Достаточно проплыть 25 метров, получить результаты и возможные медали. Александр, вам огромное спасибо, ну и, конечно же, я не могу не сказать, будьте здоровы. Спасибо. Будьте здоровы. Плавайте в холодной воде.